Как жила Россия в тот самый день? Я расскажу вам об этом, но расскажу только после утреннего кофея. Субтитры подогнал «Симон» Казалось бы, достало время выполнить обещание и после утреннего кофея поговорить об одном дне жизни России. А нет, подождите. Культуртрегерам быть легко и приятно, в то время как грязные вонючие пролы на заводах крутят гайки или подметают улицы. Культуртрегер сидит в теплом уютном доме и в холодный осенний день читает стихи. Недавно мне в руки попали очередные подшивки камчатских газет. На этот раз это были «Полярная звезда» за 28, 29 и 30 год минувшего века и «Камчатская правда» за 31 и 34 годы того же самого минувшего века. Я как-то в своем видеодневничке уже рассказывал, что работаю над антологией стихи о Камчатке. И вот в этих самых газетах мне удалось обнаружить несколько стихотворений доселе неизвестных мне. И настала пора познакомить с ними, зрителей моего видеодневничка. Первое стихотворение принадлежит Перу Михаила Уралова. Уралов – это псевдоним. Настоящая фамилия этого автора – Суслов. Но мы будем называть его все же Ураловым. Он так хотел. Михаил Уралов был, пожалуй, первым профессиональным камчатским литератором. Его небольшая книжка «Ламутские рассказы» вышла в свет в Москве еще в 1930 году. Он писал стихи, прозу, печатался в камчатских газетах, в дальневосточных газетах и журналах. И в 1941 году сгинул где-то в хребтах Быстринского района. У Уралова есть стихотворение «Песня Ламута». Первый раз я наткнулся на его текст в Быстринской районной газете. На одной из страниц этой самой районной газеты. И там оно было датировано 30-м годом XX века. Однако выяснилось, что датировка неверна. Первый вариант этого стихотворения, оказывается, был опубликован в 29-м году в газете «Полярная звезда». В номере он 27 января. Итак, Михаил Уралов, песня «Ламута». Ламутке Анли посвящаю. Месяц сопки покрыл по золотой И усыпал снежок серебром. По тайге, утомленной дремотой, Нарта мчит нас лихим каюром. Он ламут, окаймлен сединою, Но в груди, видно, теплится май. Безирюзовой сверкает звездою Чернобурой на нем малахай. Все поет он про юность былую, Про большие стада оленей. Ах, старик, спой мне песню иную, Спой мне эту, спой, ну, веселей. Ты ее повтори мне снова, Я с ламуткой плясал норгали. Уронила она мне три слова. Тебя любит Анли. Что с тобою, старик, ты смеешься? Но над кем? Надо мной или Анли? Нет, я верю, ты песней зальешься. А я вспомню про те норгали Черных глаз в глубину. Словно омут, теменькоз Буду я вспоминать. Может быть, этой девушке Скажут не учистый любить и страдать. Он запел Анли, ты увидишь, Будешь петь и плясать норгали. О глазах просишь спеть, Видно, любишь мою дочку родную Анли. Вот такое вот стихотворение Михаила Уралова. Кстати, эти книги лежат на столе не зря. Сегодня мы и о книгах тоже поговорим. Еще одно стихотворение из той же самой подшивки полярной звезды за 29-е годы века минувшего. Это стихотворение Камчедала Тритчина «Душа Соболя». В разных вариантах оно публиковалось дважды. Вот этот вариант мне нравится больше. В седых горах Камчатки, В лесах и ненастных, Охотник Камчедал Лежит и крепко-крепко спит. Кругом пурга лишь плачет, Шумит и рвет и мечет. Вот в зимнюю дорогу, В хорошую перемогу, Охотник Соболя гонял. В березу он его загнал, Дупло он тихо рубит, В уме ж его все трубит. Мне б Соболя не отпустить, Скорее выжить и убить. И вот березу прорубил, В дупло коры он положил, И затопил, и задымил, И сразу Соболя убил. С него он шкурочку слупил, А мясо бросил он в дупло. Пусть косточки лежат его, Где так любил он жить, Жилищем дорожить. Мяско к весне истлело, Душа ж его уныло смотрит все на кости. Подул уж с юга ветерок, И развернулся уж цветок, И прилетели гости. Кукушка жаворонок поют, Душа их песни слышит, Она тоскует под дуплом. Когда-то я так наслаждался, Ловил крупасок под кустом, Досыто наедался. Зачем охотнику попался, С земною жизнью распрощался? Довольно вам здесь куковать. Мне больно душу надрывать, Зимой охотник комчедал, Меня безжалостно убил, И шкурку здесь с меня слупил, А кости бросил здесь мои. Ты, бедну душу, не вреди, Здесь хорошо я так прожил, И никому не навредил. Кукушки, милые мои, Довольно здесь вам куковать, Мне больно душу надрывать. В газетной публикации есть примечание. Крупаски – это курапашки. И отсылка местная. Еще одно слово, которое сейчас возможно читателям, И слушателям моего видеодневничка незнакомо, Это перенога. Вот в зимнюю дорогу, В хорошую переногу, Охотник Соболя гонял. Перенога – это первый свежий снежок, На котором хорошо видны Звелиные следы. Понятно, что и стихотворения Уралова, Которое вы услыхали только что, И стихотворения Притчина, Оба этих стихотворения Не имеют высокой художественной ценности, Они интересны лишь как факт Камчатской литературы, Факт истории этой самой литературы. А теперь я откладываю в сторону ноутбук, И пришла пора поговорить о книгах. Есть в Америке такой фотожурналист Рик Смола. Когда-то в 80-е годы Он изобрел прожект «A day in the life of…» То есть «Один день из жизни…» В результате вышли несколько книг. Первая была книга «Один день из жизни Америки» «A day in the life of America…» Вот такой вот огромный том. Потом, в 87-м году века минувшего, Вышла книга «Один день из жизни Советского Союза». Как делались такие книги? Фотографы, если быть точным, то фото-журналисты. В один из выбранных дней Были готовы снимать по всей стране. Если мы говорим о Советском Союзе, То от Кёнигсберга, Калининграда, Так называемого, до Чукотки, И от Мурманска до самого юга Тогдашних границ Советского Союза. На съемке был дан один день, Одна конкретная дата, И потом в результате получалась Книга «Срез жизни», Отражающая всевозможные ашпекты Той или иной страны, Той страны, в которой проводилась Эта самая съемка. Но ведь я в начале Сказал О том, что речь пойдет Об одном дне из жизни России. Теперь мы сделаем небольшую Паузу Для того, чтобы на столе Сменились декорации. Пауза. Пауза закончилась, Поэтому мы возвращаемся К теме книг. И заодно К Одному из самых любимых Жанров нашего уютного ютубчика. К распаковкам. Вначале Немного Расскажу. Как-то на Камчатку Привезли выставку Русских лауреатов Волк Пресс-фото. Самого известного Мирового Конкурса Документальной фотографии Фото-журналистики. И организатор Этой самой выставки Вася Прудников Попал в мои Загребущие Лапы. Во время приятного И долгого общения Выяснилось страшное. Василий Прудников Не знал ничего О проектах Рика Смолана. И тогда я взял его за глотку И сказал Вася Ты хороший организатор Ты должен Сделать проект Один день Из жизни России Я сказал об этом И позабыл А Вася не позабыл И В 2017 Году Спустя несколько лет После нашего разговора Василий Прудников Смог организовать Этот самый Прожект Один день Из жизни России Несколько сотен Фотожурналистов И документальных фотографов По всей стране В один сентябрьский денек Снимали Повседневную Жизнь Империи Книга готовилась Очень долго Книга Книга готовилась Три года И наконец-то Она вышла Вот Она лежит Передо мною И я приступаю К распаковке Фотоальбома Один день из жизни России Эта посылка Весит Больше Семи килограммов В ней Два альбома Два экземпляра Альбома Один день Из жизни России Так вышла Что Мой съемочный день Для этого альбома Проходил В Быстринском Районе В национальном Ламутском Силе Эсса За день Я снял Пекарню Которая Начала Свою работу В пять Часов Утра Чтобы К открытию Магазинов У русских И у ламутов Был Свежий хлеб Потом Я снимал На уроке Химии В Средней школе Сила Эсс И уже после обеда Чаепитие У старой Ламутки Матрёны Мандятовой В национальном Жилище Причём Это национальное Жилище Настоящее Оно не сделано На показ Для туристов Ну что Посмотрю Наконец-то Долгожданную Книгу Долгожданную Потому что Я ждал её Три года И она Наконец Состоялась Проект Состоялся Вот такой вот Огромный Том Формат В точности Соответствует Формату Альбомов Рика Смолана Россия Один день Из жизни Национальный Документальный Фотопроект Об одном Дне Великой Страны Посмотрите Посмотрите Ещё раз На обложку Этого самого Альбома И возрадуйтесь Вот что Написано На обороте Суперобложки 22 сентября 2017 года 340 российских Фотографов Одномоментно Зафиксировали Фотографически Повседневную Жизнь В 183 Точках На карте России В итоге Было получено 30 544 кадра Каждая Из которых Не старше Другого Не на сутки В эту Альбом Книгу Отобраны 539 Уникальных Кадров Характеризующих Нашу Страну И создающих Вместе Документальный И одновременно Высокохудожественный Портрет Современной России Тут же Говорится Что в 2017 Проекту A Day in the Life Of the Soviet Union Исполнилось 30 лет Я уже Показал вам Альбом Этого Прожекта Мы Использовали Этот повод Чтобы Оглянуться И осознать Что живем Уже в другой Стране С иными Границами Объединенные Нами Фотожурналисты Фотографы Документалисты Повторили Этот Грандиозный Проект Только уже Под названием Один день Из жизни России И с помощью Профессионально Сделанных Снимков Показали Россиянам По-другому То Что они Видят Каждый День А мировому Сообществу Напомнили Что Россия По-прежнему Велика Могущественна И прекрасно И прекрасно Тут Должны Быть Бурные Аплодисменты И Все Встают Обращаю В экстазе Лики Вверх Надо Посмотреть Что же Собственно Говоря В этот Альбом Вошло Из моей Съемки Альбом Я естественно Не видел Поэтому Сейчас Буду Искать Сейчас Буду Искать Да Тут Еще Нужно Найти Есть ли Здесь Карта Которая Указывает На Места Съемки Вначале Карту Не вижу А в конце А в конце Вот Есть Есть Вот такая Вот карта Где указано Что снято Смотрю Эсса 154 Значит Открываю 154 Страницу Открываю Еще раз Обращаюсь К карте Силуэсо 154 И тут Указано 154 Но Ничего Нету А почему Может быть Здесь Какая-то Неточность Может Здесь Речь Идет Не о Страницах В Страницах Да, действительно, тут технический огрех. Я нашел свою картинку на 167-й странице. Камчатский край, Быстринский национальный район села Эсса, чейпитие в Чубе. Коренная жительница, глава Эвенской родовой общины, 80-летняя Матрёна Мандятова с семьёй. Вот моя картинка. Хвастаюсь. Я, кстати, не раз снимал Матрёну Ильиничну Мандятову. Впервые её портрет был опубликован в журнале National Geographic где-то лет 15-16 назад. Точно не помню. Портрет моей работы. Итак, Россия, один день из жизни. Один день из жизни России, 22 сентября 2017 года. И огромный альбом вышел в свет. Вот как я похвастался своим очередным, извините за выражение, творческим достижением. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать от меня что-то новое о Камчатке и смотреть, чем я занимаюсь. Ежели вы Абрамы, родство не помнящие, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите свои комментарии под роликом. Вот там, вот внизу. Задавайте вопросы, я на них отвечу. Можете просить меня снять что-нибудь в Петропавловске и в его окрестностях. Я время от времени такие просьбы зрителей моего уютного видеодневничка выполняю. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам не стало сразу скучно, и вы хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, отрывая драгоценное время от семьи и работы, то сейчас для вас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой, вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам дает. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились два волшебных слова. Вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы, замечательно. Я рад за вас. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...